привет ребята приехал на реку поохотиться сегодня посмотреть какая видимость водички чистота водички и тому подобное в общем смотрю в реку движу что с берега около полтора метра видимость в воде ну хотелось бы верить что она там больше почему потому что еще хотелось бы верить что передо мной кто-то искупался в воде и намутил воду так вот сегодня будем плавать с ружьем салвимар предатор плюс 70 сантиметров любезно предоставленным магазином nemo pro приходите подберут качественные снаряжения так вот сегодня хотел поговорить о буях на воде для подводной охоты не на всех буях как известно пишут подводный охотник находится под водой как правило это просто буй но даже если на нем что написано человек видя несущийся на скутере там или на катере вот какой-то буй с флажком он подлетает к этому бую и начинает на этом месте кружиться там или просто пролетает на полном ходу ребят кто получил удостоверение на право управления транспортным средством водным расскажите пожалуйста это будет очень интересно подводным охотникам преподают ли вам в ваших школах где вы учились где вы дает удостоверение что нужно делать когда видите такой буй на воде тому как многие подводные охотники считают что еще быстрее задаются тем буем нежели просто плавать это прятаться в траве преподают ли вам о том что этот буй сигнализирует что подводный охотник находится под этим буем или где-то рядом потому как насколько я знаю на морях таким буям ближе чем на 100 метров запрещено приближаться так вот очень интересно в нашей средней полосе что говорят на эту тему ваших школах так вот я сам не получал удостоверение такое поэтому я не в курсе хочу от вас узнать услышать мнение прокомментируйте пожалуйста под видео внизу этот вопрос так вот сегодня охотимся с предатор плюс 70 сантиметров мы сейчас его смонтируем то есть повесим на него амортизатор линя поставим наконечник намотаем линь это будет интересно как для начинающих подводных охотников так и для людей более опытных уже может кто-нибудь не так делает кому-то понравится намотка линя смотрим сейчас я поближе день расположусь на травке этот вопрос мы с вами обмазгуем посмотрим как монтируется ружье предатор плюс 70 сантиметров ребят итак ребят у нас есть ружье для подводной охоты есть гарпун есть амортизатор линя есть ножик чтобы резать хоть и ножичек хорошей крессе вот такой очень острый вот есть ножик наконечник нема и линь так вот ребят нам нужно собрать ружье до подводной охоты быстренько это происходит недолго совсем элементарно для того чтобы можно было уже охотиться для этого нам нужно сейчас сначала взять амортизатор линя и я делаю правой части ствола его привязываю обыкновенной петлей берем его и продеваем сюда все амортизатор линя мы повесили у нас получил с правой стороны от ствола если на слове мари а так обычно это происходит в любом месте принципе любой оружие для подводной охоты монтируют дыркой на кожухе пластмассового ствола вот здесь на дольной части для того чтобы можно было закрепить вот такие амортизаторы так дальше ребят берем гарпун бегунок гарпун данном случае у нас 8 миллиметров комплектуется ружье так 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 где у нас тут начало разматываем веревочку продеваем в ушные отверстия гарпуна в бегунок нашли какого цвета линь дело сугубо каждого и делаем узел где-то вот в этой части и делаем узел где-то вот здесь до чего этот узел делается сзади для того чтобы при траектории полета гарпуна он не менял своего направления дальше нам всего лишь осталось накрутить наконечник ребят наконечник советую подкручивать какой-нибудь как фроновую нитку вот пассатижами зажимать гарпун в этой части и за флажки его закручивать и намертво чтобы рыба не смогла его раскрутить дальше вставляем гарпун надульное отверстие и начинаем его регулировать смотрите как получается у нас процесс происходит отсюда с гарпуна на линисбрасыватель снова делаем то же самое наматываем запутанное так дальше снова наматываем и вот этот оставшийся отрезок делаем вот здесь петлю снова эти петлю мы соединяем с амортизатор оленя и натягиваем все это что нам дает этот амортизатор меня он дает нам удобство снятия рыбы рыба удобно снимать стрелянную с гарпуна и нужно просовывать гарпун в ту же дырку дальше когда вы плаваете по траве она не будет соскакивать с ружья ну очень удобно плавать так ребят лишнее мы отрезаем все ружья готова к бою упираемся в ногу какую-то часть если это 50 кто повыше если это 70 кто пониже вот заряжалкой сюда и заряжаем ружье до упора до щелчка все ружья готова к бою ребят нам нужно закрепить камеру временно хоть как-нибудь закрепить камеру как она будет снимать так чтобы она не лютела не с той стороны не с этой ребят я одеваюсь иногда еще следующим образом так наливаю наливая шампунь разбавляю с водой она из гульфика все утекает споласкиваем а теперь переливаем все в куртку одеваем на сути основную часть подводной охоты начальную часть я проплавал наблюдая за пейзажами подводными не встречалась ни рыба ни ее напоминания вот такая дыбка меня сопровождала на протяжении всей подводной охоты в маску я не мог рассмотреть детали растительности рыбы и тому подобное а камера оказалась лучше видеть чем мои глаза дело в том что не было ни дождей чтобы сильно замутили воду ни слухов о том что где-то вверху по течению сахзавод сбросил в воду какие-то очередные отходы поэтому я был недоумение почему вода испортилась и отдыхающих так таковых не было это было раннее утро видел там двух местах просто подъезжали машины но они не купались вот так красиво под травой обычно в таких местах прячутся щуки лени бывают самые стоят попробовал пролезть ружьем по траве замечательно если честно никакой разницы между 50 серию и 70 серии ружья я не заметил вот так периодически выплывали на меня стая рыб небольших размеров и тут вдруг выходит на меня вот такой фатрыщик я был очень приятно удивлен что после долгого пребывания в воде я встретил все-таки рыбу точный выстрел и он на олене теперь осталось его посадить на гукан и передвигаемся дальше и передвигаемся дальше да вот да вот вот Jazz заряжать ружье несложно по сравнению с 50 серией 50 конечно намного лучше заряжается удобнее упирается в паховую область 70 нужно будет делать чуть-чуть ружье рукоятку ближе к колену передвигать заряжалку с собой не брал никому не советую так заряжать всегда берут за наконечник и в сажат ружья закачка у меня было около 18-20 килограмм но этого предостаточно чтобы поразить какую-то цель встретил нездорового подлещика полового за меня типа прося о помощи на покрытом весь белыми пятнами болеет рыба и и Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Стараясь не цепляться ни за траву, ни какие-то предметы Вот медленно с правой стороны ушел кто-то Даже не успел рассмотреть, кто это был Здесь ситуация была такая Сверху было бревно Что было под бревном, я не видел А снизу проплывал вот этот жерех Резкий выстрел По чешуе я понял, что попал Так как голова у меня была над бревном, я не видел, попал я или нет Да, радостный момент Тут я чуть-чуть обрадовался, что рыба все-таки не вышла от меня Тем более жереху я всегда рад Красивая рыба, мощная Одна из самых быстрых рыб наших водоемов Форма тела идеальная Крейсер Бился он сильно, разорвал себя С другой стороны бока Конкретную дырку Продолжение следует... Кстати, это из моих самых-самых первых куканов Точнее, один из первых, который куплен был лично мной Выслужил он очень большое количество времени Где-то 15 в среднем лет Пережил всех своих собратьев Самый простой оказался и надежный Протыкать рыбу следует всегда через глаза Потому что у нее самая твердая часть тела В этом месте Советую, допустим, сама за нижний подбородок протыкать Всегда А щуку, когда протыкает через глаза Чтобы пастью было наружу Если небольшая щука до 3 кг То можно верхнюю часть пасти с нижней соединить А если чуть побольше То тут без выхода Нужно просто брать и Через нижнюю часть разворачивать от себя А лучше всего просто бежать на берег с ней Если она большая Сделав три круга в данной местности Я обнаружил в темных затемненных участках кувшинок Пару линей Щуку где-то около килограмма Которую брать не стал А вот здесь, кстати, ребята Я года 4 тому назад корректировал рыбака Он у меня спрашивал Проплывал, когда я мимо Где рыба стоит Я его корректировал именно на это место И рыба, как видимо, из года в год Своего места не меняет Он мне тогда говорил спасибо Когда я плыл на обратном пути Да, хорошо посидеть с удочком в этом месте Крупная платва Хорошо видна Так, ребята Очень хочется есть Даже не знаю, что и делать Вот такой жерешок у нас сегодня И вот такой подлещик Ну, жерех знатный Хотел от меня сбежать Но в последний момент Что-то у меня щелкну И я выстрелил Я уже думал уйдет Он нормальный Вешать не буду Потому что весов с собой нет Но я так думаю Что килограммчик Может полтора-два Ну, красавец вообще Классный Порадовал меня сегодня Ох, ребята Очень хочется есть Чтобы съесть Рыбку Ребята, кабан Кабан, ребята Итак, ребята Еле догнал Достаем Так, кусочек мяса Отрезаем от него Ломтики Которые мне нужны Для поджарки Ребят, буду сегодня прям Вот так Оп Больше мне не нужно Я больше не съем Хватит мне Давай, ладно Вот это еще один Оп Все Берем Соль Перчик Вот так Ага Лучок Прям смачный Ничего страшного Тут даю По центру будет Ребята, мне немножко даже повезло Для меня оставили вот такой мангал Круто Я из него Туфлей немножко Подвысыпал Сейчас мы с ним Что-нибудь сделаем Классно Найдем дровишек И зажарим Кусочек мяса Все это Жизнь Тело Так Угли у нас там прогорели Почнее сделаем Ага Прогорело все Все Начинаем жарить Ага Шашлычок мой Подходит Ребят Чересчур Конечно Большие кусочки Ребят Ну и в заключении О подводном ружье Хочу сказать Салвимар Предатор 70 сантиметров Отличное ружье Показало себя С великолепной стороны Если честно Я разницу между Пятидесяткой И семидесяткой Мало чем заметил По траве Можно так же Лазить успешно С ним Как и с Пятидесятым Серия ружья Вот Поэтому Всем советую Вот стрекоза Подтверждает Села Вот Всем советую Такие ружья Отличное ружье С запасом силы боя Поэтому Если кому надо там Издалека шмальнуть По чем-нибудь Или Стрельнуть По Особо крупным рыбам Это ружье Самое то что нужно Вот Резкость боя Тоже у него На короткой дистанции Очень даже ничего Жерех Особо такая Маневренная рыба Не успел он Среагировать Свалить от меня Вот Я его забрал Так вот Всем советую Ребят У меня там шашлычок Подходит Боюсь что он у меня Подрумянится Чересчур сильно Все ребят Я пошел дожаривать Сейчас мы проверим Его На готовность Отлично Кровушки нету То что нужно Можно уже употреблять В пищу Ой ребят Сочный Класс Ну вот И подошла К концу Нашим Подводная охота Ребят Что в заключении Хочется сказать Отлично Провели время Постреляли рыбки Жерех Конечно Нормально попался Я не ожидал Что он встретится В этих местах Потому что Его очень тяжело взять Но он Видимо Чувствовал Если он за бревном Значит он недоступен Вот Так всегда Все думают Что за маленькой крышей Он спрячется Так вот Ребят Готов у нас шашлык Половину булки Я скормил уткам Половиночку Может быть сейчас съем Если смогу Вот И получился Вот такой шашлык Эх Ням-нямка Пожелайте мне Приятного аппетита Сейчас я им буду заниматься Отведаю На пробу Вкуснотища Ну все Ребят Подписывайтесь на канал Оставляйте комментарии Обязательно Кстати Ответьте на вопрос Те ребята Которые получили удостоверение На водные транспортные средства Обязательно Ответьте на вопрос То что я сказал В начале Ролика Всем спасибо Всем пока До новых встреч Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова